Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1127. События дня. Псалом 34, 9. А моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от Него. Все кости мои скажут, Господи, кто подобен Тебе, избавляющему слабого от сильного, бедного и нищего от грабителя его? Господи, восстали на меня свидетели неправедные, чего я не знаю, о том допрашивают меня, воздают мне злом за добро, сиротством в душе моей. Даем объявление об оставшихся детях, умершей у нас тут сестра, дробот Анастасия Валерьевна. Тут можно затормозить, посмотреть ролики, что-то она как умерла, похоронили. Есть желание у людей показывать, просят адрес. Вот все здесь показаны. Запишите себе. Ирина Головина пишет. Не важно кто ты, важно какой ты. Игнатий Тихонович, благословенно вам времени суток. Пишет вам супруга, отца Владимира Головина. Меня зовут Ирина. Сегодня один раб Божий Вячеслав Семенов прислал мне здесь сообщение и ссылку на ваш ролик. Таким образом, я вас и нашла. Скайпа у меня нет. Но я могу написать вам здесь. Мы с батюшкой смотрим ваш канал. И отец очень хорошо отзывается о вашем общем делании. Да, правда, он собирается приехать летом с Божьей помощью в ваши края. Поклон всей вашей духовной семье. Спаси Господь. Отвечаю. Спаси, Христос. Благодарю вас, сестра Ирина, за ваши добрые пожелания и благословения. Мне желательно было, чтобы отец Владимир вышел на меня по скайпу. К вам у меня нет вопросов. Конечно, мне приятно, что вы вышли на меня. Администрация наших ресурсов перекинула ваше письмо на наш форум во свете Библии. Передайте отцу Владимиру, что я буду ждать его звонка, поговорить с ним лично по скайпу. Вот тут все мои данные и наших ресурсов. Ну и посмотрите. А сайте, когда, что. Просто прочитайте здесь уже. Николай. Игнатий Тихонович, добрый день. Передал вашу просьбу связаться по скайпу, приближенному к протеерею Владимиру Головину, человеку. Я отвечаю. Тут один пишет, вот вы говорите, что поедем к Потеряевку, то другой. Я отвечаю. Я нигде не говорил о вашей поездке. Ни разу и нигде. Ваше слово для меня тут законно. Это уж претензия, если они есть, то только к отцу Владимиру Головину. Это он озвучивает, меня не спрашивая. И я рад тому, что он открыто говорит об этом. Конечно же, не упоминая вас ни разу и нигде. Так что будьте добры, снимите с меня эту вину небывшего случая. Роман. Мои комментарии под постом женоненавистника. Рассуждение у женоненавистника такое. Состав семей. В половине это женщины, а вторая половина мужчины. Подобно притягивает подобное. Женщины идут к женоугодникам. Ну и дальше читайте эти места. Вот психологические вампиры. Тут все это. Роман отвечает о контр-лидерстве. Местописание приводит. Вот. Как ему пишут. Женоненавистники. Наталья. Благовестие, раздача Евангелия. Только плакать и молиться о русских надо. До чего дошло православие? Это священники их такими сделали. Там женщина кричит. Секта какая-то. Даже не видит православные кресты Евангелия по благословению патриарха. Дмитрий. Ведущий программы спрашивает Стерлигова Германа о Лапкине. Герман Стерлигов беседа с Дмитрием Быковым. Роман. А у Стерлигово все еретики. Только один он не еретик. Наталья. Показывает жития святых. Ответ Германа и другим как раз в начале этого ролика. Дмитрий. Отвечу словами Игнатия Тихоновича. РПЦ следовало бы прислушаться и взять на вооружение то, о чем говорят и Стерлигов, и Невзоров. До сих пор никто толком и не смог по достоинству ответить и обличить из РПЦ Стерлигова. Наталья. Это подтверждает, что Игнатий Тихонович стоит в истине. А Герман. Непонятно, на какой ступени заблуждение. Виталий Калиников. Нечем крыть МПР. Дмитрий. А ведущий программы Дмитрий Биков сказал, что был в Потеряевке. И, как я понял, и знаком с Игнатием Тихоновичем. Быков по мирским меркам светский, интеллигентный человек, имеющий достаточный авторитет в своем обществе. Кураева или Шевкунова разнесли бы его в пух и прах по богословию. Однако, многолетний молчок. Это Стерлиговый. Наталья. Если все еретики, тогда Герман кто? Не имеющий причастия. Вообще не может отличить еретиков от православных и мормонов. Кошмар, что говорит-то. Невозможно его слушать, как будто сатана ему в рот залез. Его устами отвечает на вопросы и знает, где есть причастие. А благодать прям сверхчеловек. Дмитрий. Он себя оглашенным называл в одном из интервью. Георгий Максимов делал ролик о нем. Роман. По мне или о ком, непонятно. Наталья. Его фамилия говорит сама за себя. Денежные деньги. Стерли. Гордыня на первом месте. А православием прикрывается. Перекрывается. Библию совсем не знает. Даже чуть-чуть. Все на своем умозаключении. Вот Наталья абсолютно правильно дает ему отчет. Дмитрий. Интересная дискуссия. Наталья. Пустая трата времени. Ему что-то доказывать. Невежда он. Дмитрий. Жалко пили коня. Есей Максим. Максимов Лапкина назвал неретиком и сектантом. Без каких-либо доводов. Еще хлеще. Стерлигова тем самым. Тут хоть как-то апеллирует и проще, и проще. Роман. Про Лапкина видел. Просто сослался на ссылки другие и ни слова не сказал. Дмитрий. Я с ним переписывался. Более гордый и спесливый, чем Стерлигов. Мне показалось так, как с обоими я чуть-чуть пообщался в переписке. Дмитрий. Я сам неоднократно говорил, что если бы не Игнатий Тихонович, то я сам спустился бы на уровень Стерлигова. Так как все, что он говорит у РПЦ и МП соответствует правде, к сожалению. Игнатий Тихонович, Сергей Козлов – это люди, движимый духом святым. В одной из бесед со мной ИТ сказал, что ни за что бы не дерзнул поступить, как Стерлигов. Так как при таком масштабном падении в ересь нашелся бы епископ как минимум, который бы обязательно во всеуслышание обречил. Плюс было бы искажение в догматике православной. И как самый Тихонович говорит, что скорее всего в будущем они могут покуситься на символ веры. И только после такого священники РПЦ и МП станут безблагодатными. Кто-то из святых отцов сказал, что не всякий собор епископов является церковью, а лишь только собор, который стоит в истине. Ну, это двукратное пятнадцатое правило. Тут все у меня есть. Там Кукша говорит, это отдельная у меня тема. Дмитрий. В очередной раз удивлен, что даже Быков знает вас, Игнатий Тихонович. И он, нужно отдать должное, без эмоций и истерик, довольно трезво описал, что увидел своими глазами. Я приятно поражен. Дмитрий Быков повысился в моих глазах за непредвзятость. И именно за это. Я отвечаю. Дело в том, что потеря страха Божия, потеря веры в то, что всем нам придется предстать перед неподкупным судьею, позволяет нам жить или только по совести, и в непрестанной молитве, и в страхе Божьем, или вообще считать совесть ненужным рудиментом, предатком. И жидовской химерой, как выразился автор Майнкамфа, канонизированной ныне лютеранами в Прибалтике Адольф Гитлер. 2 Коринфянам 5.10. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Итак, зная страх Божий, Господень, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты. Надеюсь, что открыты вашим совестям. И совершенно не случайно в моих ежедневных утренних молитвах имя Небзорова Александра Глебовича и Стерлигу и Германа Львовича стоят вплотную рядом. И далее места Писания. Посему не судите никак прежде времени. Пока не придет Господь, Который осветит сокрытое во мраке, обнаружив сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога. 3 Царство 8.32. Тогда ты услышь с неба и производи суд над рабами твоими, обвини виновного. Возложив поступок его на голову его, и оправдай право, воздав ему по правде его. И дальше вот все места, какие здесь есть, постарайтесь-то. Вот дадут ответ. Места считайте, я их просто выделю еще раз. Красным поставлю. Я выписал специально, много мест Писания показал, как это делается. Какие места Писания подходят, которые определяют то, что вот они говорят. Ну, страха Божия никакого нету, совершенно. А человек без страха Божия, ну, кто он такой? Писание называет его безумным. Я уж не говорю такое, чтобы не обвинили, что не говори безумный. Вот смотри, сколько у нас здесь мест Писания. Вы не спешите, только кто будет читать постепенно, все это просчитайте. Ну, много времени занимает, но это того стоит. Это все-таки Слово Божие. Что Бог говорит об этом? О суде Божьем, о суде. Если суд Божий представляет человек, ну, разве будет он судить, тогда сам не знаешь его. Ну, даже говорить-то не о чем совсем. И вот эти места Писания человек просчитает, будет иметь представление о суде Божьем, и все. Дмитрий. Аминь, Игнатий Тихонович. Спесь и гордыня, оружие дьявола. Гордыня и самость господина Стерлигова просто зашкаливает. И именно из-за нее он сам впал в чудовищную ересь. При этом называя себя православным, тогда как мог бы, находясь в церкви, трудиться в ней, обрещать все заблуждения, ошибки и благовествовать. Я скажу только, что положение Стерлигова еще хуже, чем и у Невзорова. Тот открыто идет, а этот прикрывается, у него ничего нету. Ничего он. Где-то грабанул денег, эти миллиарды, а теперь прячется и обедный нищий. И кто бы его не попросил, видимо, там не добьешься ничего. Еще-то он там торгуется вроде Жириновским теперь, это пустое. Ему все время надо где-то поддерживать вот этот пень гнилой, дымящий свой. Ну ничего нету у него, нету. Ему надо выходить, говорить, там бросаться, кидаться. То есть эпатажное такое поведение, чтобы обратили внимание на него. Без этого-то он замрет, у него же ничего нету. Совершенно ничего нету. Все еретики, и старообрядцы, и католики, и православные, все юрисдикции, все еретики. Он только знает одного епископа, он их сказал. Кто епископ? По сей день никто не знает. Да если бы знал, то как же бы не сказать другим-то, чтобы спасались. Ну ничего нету. Какой-нибудь Кирика найдет там, или как тут начинает искать. В России живут и искусственно ищут, не умея смиряться. Где-то куда-то к сербам полезти. Акаки какого-то даже смеяться, и то не на чем. Ну а я тогда посмотрел, а что же у нас было с этим Сбыковым? Вот посмотрим. Из книги «Для слова Божия нет уз». Страница 467. Лагерь «Потеряевка. Надежда или тупик?» Их называют сектой. Проводится в поезде, изумленная тем, что мы сходим на безлюдной позабытой станции. Рассказывала, батюшка у них добрый, мужчины все при бородах, женщины в платочках. Слово «секта» несколько раз упоминалось и в статье, из которой я узнал о Потеряевке, и к которой еще вернусь. Это пишет Дмитрий Львович. И когда я рассказываю об увиденном, самые разные люди в один голос говорят тоже, что «секта, секта». Нет, господа, все сложнее. Это не секта, это теократия. Может быть, единственная сегодня на всей территории России. А конкретнее говоря, сбывшаяся до мельщайших деталей мечта Александра Сложеницына. Но обращаюсь здесь. Александр Исаевич, посетите Потеряевку. Пока вы здесь думаете, как обустроить Россию, они ее там уже обустроили. Ровно по вашим лекалам. Приезжайте, не пожалеете. Может, и пересмотрите кое-что из своих советов. Потому что людей, способных жить в такой России, набирается на данный момент 60 человек с небольшим. Пожалуй, еще ни одна командировка и ни один очерк не давались таким трудом. Не в дороге трудность. Хотя и она не сахар по осени. А в том, что впервые в жизни я не знаю, кто тут прав. А между тем гонений на Потеряевцев и так хватало. Всякое неосторожное слово с радостью ловится оппонентами Лапкина. А несогласных Лапкин не жалует. Газету МК на Алтае, опубликовавшую действительно лживую и грязную статью про него и его лагерь, пообещал разорить. 47 искажений у них. Цифры он любит. И благодаря уникальной памяти сыплет ими легко. Речь Лапкина – это его стихия. Он говорит много, долго, охотно, по-солженицынски, быстро. Считает в Потеряевке ежевоскресные проповеди, которые здесь записываются на магнитофон и слушают, при всяком удобном случае. Консервируют ли помидоры, варят ли облепиховое варенье. Он первым в России подменил машинописный сам издат магнитофонным. То есть вместо распечатывания книг стал их насчитывать. Причем не просто монотонно считал тексты, но снабжал их музыкальными иллюстрациями, добывал фонограммы речей Ленина, создавал целые радиокомпозиции общим объемом в несколько тысяч часов звучания. Так насчитал он весь Солженицынский архипелаг, которому написал собственное послесловие. Все это время у него не прекращались конфликты с государственной психиатрией и КГБ. С число его духовных детей уже в 70-е годы доходило до сотни. В их числе и внучатный племянник брежневского идеолога Суслова, Михаила Андреевича, священник и аромонах Григорий Геннадий Яковлев. В марте этого года зверски убитый в туре сумасшедшим, выдававшим себя за Кришнаита. Смотри, комсомольская правда, 15 апреля 2000 года, страница 8-я и 9-я. Весь его аудиоархив был уничтожен местными ГБшниками. И после освобождения Игнатий, с которым трудно тягаться в тяжбе, подал в КГБ иск на возмещение ущерба. Только материального, ибо морального они ему нанести не смогли. Уголовники, которым я сейчас проповедую, меня уважают. Знают, что я тоже каторжный, говорит он. Ну, работает, сотрудничает в местном СИЗО, 17-1 в Барнауле. 3600 человек. И с долгом урыжили, но в конечном итоге ущерб признали. Он составил 11 миллионов в недонименированных рублях. А по тем деньгам 11 миллиардов. А отдавать ГБшникам было не ищего. Игнатий получил в свое распоряжение два деревянных здания в Барнауле. Там размещался ОСВОД, Общество спасения на водах. Игнатий устроил там общество другого спасения на других водах. Барнаульскую, Крестовоздвиженскую общину, где главным образом и проповедуют. Имя его гремит по всему краю. Много времени, 14 лет отдал он и созиданию труда о масонстве, где детально проанализировал протоколы сионских мудрецов. Сразу после того, как родная его деревня была стерта с лица земли, он создал рядом с ней в поле, в степи, первый в России детский православный лагерь Стан. Это его собственное определение. Слово Стан утверждает, он впервые встречается в Библии. Так называли евреи остановки на пути из Египта в Ханаан. Слово «лагерь», замещуя в пояснении название, тоже означает не только то, что у нас под ним понимают в силу особенностей нашей истории. Это, смотри, толковый словарь. Первое. Расположение войск на укрепленной местности. Второе. Стоянка под открытым небом. Третье. Место содержания военнопленных. Четвертое. В переносном смысле. Группировка политических единомышленников. Сейчас Игнатию присвоено звание посчетного жителя Потеряевки. Существует и протокол собрания. Слушали, постановили, учитывая исключительные заслуги. Главная и единственная улица Потеряевки присвоена имя Марии Лапкиной, матери Игнатия Якима. Она мечтала умереть в родной Потеряевке. И мечта ее сбылась. Она успела пожить в возрожденной деревне и похоронена здесь. Земля тут прекрасная. Родить щедро. И при желании Игнатия с паствой мог бы выручать неплохие деньги. Достаточно было бы построить свою коптильню или за год пункт какой. Но потеряемся этого не хотят. Налетят рекетиры, поясняет Игнатий. Наедут чужие. Правда, наутро Игнатий признался. Вот вы приехали без предупреждения, без приглашения. Мы уж вас спустили. А теперь у нас на душе неспокойно. Отступили ведь от устава. Мы попали в Потеряевку как раз на день Акима и Анны, 21 сентября, в день рождения батюшки. Отец Аким тактично отвел меня в комнату. И для подпояски рубашки согласно устава носятся только на выпуск. Предложил мне собственный черный пояс. Я почувствовал себя как Путин в Окинаве, но едва смог свести концы с концами у пояса. Батюшка скептически похлопал меня по животу. От Игнатия тоже потом выслушал несколько не очень лестных слов о вреде, шревоугодия. Не обидитесь? Ну можно ли иметь такую мамону? Господь создал людей разными, отец Аким, сказал я подпоясываясь другим поясом. Это люди себя сделали разными, сказал батюшка. Трое ангелов подобных детей играют у калитки. Их мать Марина Грещанка, будучи заочно знакома с Игнатием, его произведения проповедями, они решились вместе с мужем Дмитрием ехать в Потеряевку. Я спросил, а как вы будете защищать все случаи чего? Мало ли, нападут, оружие не держите. После этого вопроса Марина замыкается мгновенно. Нас Бог хранит. Все наше оружие молитва. А если Господь не сбережет, тогда и оружие не поможет. И вообще, добавляет она после паузы, главное в жизни труд. Мой муж очень трудолюбивый. У них шесть детей и живут хорошо. Я горжусь им. Вызов, прозбущавший в этих словах, меня, по-первых, себя задачал. Уже потом я узнал, что Марина после нашего разговора пошла к Игнатию Тихоновичу. Что за человек? Задает вопросы, ничего не записывает. Может, преступник беглый? Надо бы его как следует проверить. В результате на следующий день все наши данные, удостоверенческие, командировочные, паспортные, подробно переписали по второму разу. И позвонили в редакцию в Москву. Сверились, действительно ли мы те, за кого выдаем себя. Не зря Игнатий Тихонович на подковыристый вопрос об экстремизме на одном из своих занятий ответил. Мы исказили смысл прекрасного слова «экстремизм». Изначально оно означает стремление к крайностям, желание во всем идти до конца. В этом смысле я экстремист. Потому что не терплю никакой половинчатости и горжусь, когда меня называют фанатиком. Слово «фанатик» означает «смертник», готовый умереть за свои идеи. Счастливы ли вы, жители общины? Да, счастливы. Да, труд не утомляет. А по большому-то счету, не для счастья же все это затевалости. Есть люди, которые полагают, что счастье вовсе не главное на свете. Цель потеряевки, как сказано в ее уставе, возрождение жизни на старинных, православных, благочестивых, исконно русских основаниях. Не зря потеряевку так полюбили наши оппозиционеры с их откровенно сектантским сознанием, в том числе постоянный автор новой и общей газеты Эльвира Горюхина. С Лапкиным я не спорю и никаких претензий иметь к нему не могу. Люди сделали свой выбор, им так нравится, а я только пишу о том, что увидел. Я здесь уже отвечаю за каждое слово. Дмитрий Быков, фото Максим Бурлак, собеседник, номер 39, 5 по 11 октября 2000 года, страница 18-19. Псалом 58-8. «Вот они изрыгают хулу языком своей, в устах их мечи, но ты, Господи, посмеешься над ними, ты пострамишь все народы, сила у них, но я к тебе прибегаю, ибо Бог заступник мой, Бог мой, милующий меня, предварит меня, Бог даст мне смотреть на врагов моих, ибо, думают они, кто слышит?» Это краткая статья, которую напечатал Быков. А дальше. Краткий разбор статьи Дмитрия Быкова из собеседника, номер 39, 2000 года, страница 18-19. «В Алтайском техническом университете этим летом потерялось пять девушек. Сейчас нашли двух в лесу, изрезанных, разложившихся. Работает следствие группа из Москвы. Мы стараемся исключить это. Кому нужны новые трупы? Поэтому такие предохранительные меры по безопасности в лагере Стане». И это не самая главная редукция, в кавычках, статьи. Самое страшное, дикое, в последнем столбце – три врага, когда начинается обмысливать, виденное, рассуждая, как безбожник. Воистину, толстая чрева не рождает тонкие мысли. С таким снобизмом буквально вляпаться в тему, в явление, которое не по силам и более осведомленным в религии людям. «Я подарил вам, Дмитрий Львович, брошюру «Молчанием предается Бог», отец Виктор Потапов, и свои подборки. Что из того прошли? А ведь обещали не раз, что обязательно прочтете. Если вы, Дмитрий Львович, считаете себя православным, в Москве, это диванное православие, ешь больше, спи дольше, то должны знать, что Библия есть главная книга всех христиан и православных. Откройте 1 Иоанна 5,19. «Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле». То есть, не согласны с этим, и есть живущие во зле. «Ибо что мне судите внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас». 1 Коринфян 5,12-13. «Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ приславлял их». Деяния 5,13. «Во свете только этих трех мест Библии увидите ли, что есть ваш жалкий лепет». Я к Быкову обращаюсь. И самое главное искажение и извращение в статье то, что мы, где изолировались от мира. И это, дескать, чрезвычайно худо, дико. «С вами ехала девушка, когда вы поехали. В этом году у нас закончила социологический факультет университета. Вообще у нас в этом году пять выпускников вузов, трое из них с красными дипломами, и двое поступили в аспирантуру. А вы зовете якобы ко спасению, а в действительности в море блевотины, наркомании, убийств. То есть, если не отделяться от мира, от внешних. Культивируя московская патриархия и лжеправославие, открытая всему миру, литургии верных и таинств позволяют всем считать себя верными, как и вам. Вот отсюда ваш бунт, протест, поздно. Как же так? Я верующий был в Москве, ходил в храме, мог причащаться. А в какой-то потеряевке признали ущербность веры моей. У нас и телевизоры в деревне, и радио есть, более стакки видеофильмов. Мы не Лыкова на абазине, не подпольная ИПХ, там где-то в Пензе, истинно православные христиане. Игорь, староста, работает в союзе с фермерами, дети учатся в селе Корщино. Сейчас они двое у него, закончили университеты и работают. Какая изоляция-то? Но вы давите и гнете свое, изоляция, редукция, стремление к неучастию во зле, «Попытка жить по заповедям Божьим, трудиться много и честно, это что, секта? Ватикан? Редукция?» В предисловии к статье вы пишете, что не секта в потеряевке, а на первой странице крупнокрещащая. Журналист Дмитрий Быков побывал в секте, созданной по Солженицыну. У вас ни стыда, ни совести у редакции собеседника. Ну, хотя бы откройте словари и посмотрите, что есть секта. Секта – это религиозная организация, отличающаяся догматичностью взглядов и убеждений и расходящаяся с господствующей церковью или враждебной ей. Словарь иностранных слов. Москва, 1964, на 23 тысячи слов. Секта отрицает институт священства, не признает деление верующих на клир и мирян. Это карманный словарь атеиста. 1973 год. Учение о ненужности церкви в деле спасения. А у нас есть сенот, и епископ, и священник. У нас же устав общины православных христиан, честь священномученика Анпима Никомедийского, русско-православная церковь за границей. Зарегистрирован 21.7.95 в управлении юстиции Алтайского края. На основании этого была зарегистрирована 1.12.1995 года за номером 622. Общественная организация, деревенская община, поселка Потеряевка. Все это видел своими глазами Быков Дмитрий. Но нужна жареная тема, оживляш. Мы ведь эти ярлыки секта, экстремиста, щепенцы, прелесть давно перемололи жизнью во Христе. Над словом, все, кто тут смеются, все юстиции в редакциях, оскоромились в собеседнике с этой командировкой. Так верующим нужно посылать верующих, чтобы хотя немного понимали о том, что предлежит-то. Разборка последнего из десяти столбцов статьи заняла бы несколько страниц. Столько в ней невежества, вранья, грехолюбия. В действиях, в словах Быкова Дмитрия, видна нелюбовь к тем, где его приняли, напоили, накормили. Не пытайтесь через поношение истины оправдать свое лжехристианство. Мы считаем, что статья Быкова заказная против Эльвиры Горюхиной. А мы уж под эту молотилку попали. Нападки поношения на профессора Эльвиру Горюхину базируются только на неприятии истинного православия Быковым Дмитрием. Исключительно. Эльвира Николаевна была несколько раз потеряевки. Записывала на диктофон все беседы. Ответы. И не допустила в своих публикациях таких быковских проколов. Ну, дальше. Публицист Макаров Сергей Сергеевич. Смотри, версты газеты. За 29 февраля 2000 года. Человек-игла. И дальше название. Спасибо, помилуй. Макаров жил здесь 10 дней. Непрерывно записывал на диктофон и ручкой. Он встречался с руководством района, края, прокуратуры, редакции, тюрьмы. Был на нашей свадьбе над них. На занятиях в университете. У него опыт работы. Десять лет в комсомольской правде. И написал. Слово не солгал. Пример вам, Дмитрий. Убеждение, что мы думаем, что мы здесь живем правильно. Досужил живый выпад сына льва. Напротив. В десятках проповедей я подчеркиваю нашу немощь. Греховность, карикатурность по сравнению с первоапостольскими христианами. А счастье это жить со Христом, с Господом. И пустыня расцветает раем. И другого пути нет у России. Ян. 14.6. А наше поселение всего лишь крохотная искорка возрождения душ в искупителе. Деяние 4.12. Попытка жить по-человечески, без вранья. Лично я и члены общины ведем просветительскую работу в местном СИЗО. 18.1. 3700 человек уже 12 лет. Более 10 лет веду духовную работу в университете, в милиции, 5 отделов, в горы, в краю воды, в школах. Какую изоляцию увидел Дмитрий-то? Где? Какую редукцию жизни? И никто ничего послуженецу не строил. Даже не считали его все труды. Но стремление к истине, когда бы и где бы, и кто бы не добивался, то такое обязательное станет похожим на стремящихся и живущих так же и даже сойдет один к одному. Солженицын, Александр Исаевич, это гений. Слава Иисусу Христу! Все гениальное просто и было уже такое в веках под солнцем. Жить во Христе – достижимая реальность, делает похожими и на святых, и на Христа. Дмитрий Львович, если бы существовали другие методы воскресения, трехсот уничтоженных только на Алтае деревень и двадцать одну тысячу по России, то разве мы оказались бы на сегодня единственными, быть может, на Алтае и на Россию, кто с пустыря начал восстанавливать поселение и приближаться к десятилетию жизни 13 мая 2000 года? – Беспрецедентно жестко называете церковную общину, живущую по канонам православной церкви. Одно это говорит, что вы не знаете канонов, не живете по ним. Почему вы не называете жизнь церковную, московской патриархией и других храмах МП, беспрецедентно обмерщенной? На все ваши лошадиные дозы глупости в вопросах ответ дает жизнь. Везде пьянство, воровство, раздолбайство и разврат – это ваше определение русской деятельности. Страшная редукция жизни там, где нет Христа. Рядом с Потеряевкой, село Кадниково, 506 дворов. В первый класс в 2003 году пойдет один ребенок. Ежедневно в России 18 тысяч абортов. Убийство в утробе матери. Для сравнения, в Афганистане убито наших солдат за 9 лет 14 700 человек. В Потеряевке же на 13 дворов 8 дошкольников. Где редукция? Запрет выполним только в результате внутреннего роста. Пишите «Жизнь без лишних мыслей, лишних сомнений и борений». Это о нас. Да прочтите об этом у Тургенева, о девушке, о душе на пороге выбора. Там на грани выбора идет битва. И когда все сомнения отброшены, душа избирает Бога, одного только Бога, и складяется направо ко Христу. Дьявол заскрешетал, как собеседник под номером 39 2000 года. Будь ты проклята! Но тихий голос благословил – святая. Банальность быковского поиска людей не по диагену, не с понарем. Смысл статьи в Потеряевке – нелюди. А вот люди там, где сомнения, борения, то есть в стане плененных и прокаженных, идущих широким погибельным путем. Дух Святой предупреждает – не любите мира ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей. Ибо все, что в мире, и похоть плоть, и похоть очей, и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. 1 Иоанна 2, 15, 17, 1 Коринфянам 7, 31. Прелюбодеи, прелюбодеицы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Иаков 4, 4. Вы пишете – бежать от свободы собственного духа. Это о нас. Сколько громких и пустых слов выдувает обольститель через Быкова, ибо где Дух Господень, там свобода. 2 Коринфянам 3, 17. Свобода только во Христе. Смотри, считай, хижина дяди Тома, Бичерстоун. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять егу рабства, только бы свобода ваша не была поводом к угожению плоти. Галатам 24, 5, 1, 13. И вот эти откровения Святой Библии – есть Божий справедливый приговор сегодня лжеправославной России, и в первую очередь МП. Избранный нами путь? Путь со Христом через Голгофу, через Воскресение. Дядя 4, 12. Этот мир осужден со всем его комфортом. Уже не 1917 год. Эксперимент с атеизмом кончается, и обошелся по пророчеству Федора Михайловича Достоевского в 100 миллионов оборванных насильственных жизней. И говорить о порядочной жизни вне Церкви, вне Христа, по Бурлаку, фотограф статья, есть умышленное преступление на разваленных Российской империи. Со Христом и в тюрьме свобода, а без Христа и на свободе тюрьмы. Профессор Марсенковский. Числа 23, 30. Вот, благословлять начал я, ибо он благословил, и я не могу изменить всего. Вот это на сегодня считаю. Ну, все, показать еще наши ресурсы, чтобы знали мой мир, вот, любимый. Сюда можно писать хорошо. И православный форум 1600 темп, и канал, православный видеоканал открытым оком. Вот. Ну, и очень большой православный библейский сайт. На этом все. Отхожу.